Я вообще сейчас сторонник того, чтобы вот в первом шаге никогда ничего человеку не давать покупать. Именно не давать. Везде по чуть-чуть, и при этом ты ложишься тупым колуном на дерево. Либо ты очень фокусированно выбираешь четко, во-первых, ты выбрал фотографии, не видео, а четко фото. И потом внутри фотографии ты еще разделил на свадебную, и углубился туда, и еще там, внутри вот этой плоскости, стал там еще номером. Да, и вот это вот самое важное. Это модель поведения сейчас любого человека. Сначала ты знакомишься с личностью, да, потом ты ее с собой соединяешь каким-то образом, говоришь, это отвечает моим, скажем так, ценностям. Потом ты уже следующий шаг делаешь. То есть сейчас люди идут за готовыми решениями. Если ты завтра скажешь, вот, ответь на 3-4 вопроса, и в конце будет большая кнопка «Получить клиента», это будет самая популярная сервис. Понимаешь? Да. На 3-10 вопросов большая кнопка «Получить клиента», это самая будет популярная сервис. Почему память? А мы через эту память. Потому что по-хорошему, что в человеке самое важное? Это вот воспоминание о тех счастливых моментах, которые человек проживал через всю свою жизнь. День счастья, говорит, это не количество вздохов, а количество, когда перехватывал. Да, да. Да, вот именно перехватывал момент, когда у тебя живешь. Когда у тебя ты наполнен этим счастьем. Если вот это интерполировать на весь рынок, если вы обучаете своих клиентов, а через это, это самая классная форма донесения и формирование доверия к любому бренду, у нас всегда есть определенная гипотеза о том, какими проблемами обладает твоя ниша или, там, твой клиент. И для того, чтобы попасть, ты должен сначала провести хоть какой-то тест. Ну, в любом бизнесе. И вообще, мне нравится, я обожаю продукты из боли. Они не выдуманные. Вот часто продукты из технологии. Что-то запилили, короче. Потом думают, как? Болезнь перфекционизма. В чем она заключается? В том, что ты в своем гараже делаешь ламбажини, которая никогда не ездила, которая никогда не поедет, но она идеальная, она скучит функционала. Когда перфекционизм, это не болезнь, это дар. Но мне кажется, это на уровне Стива Джобса как раз, когда он говорит, нужно быть себе беспощадно честным, и мы делаем идеальный продукт. Но, опять же, мне кажется, чтобы достичь этого уровня, ты в любом случае должен итераться очень многое с клиентом делать, чтобы понять, что, короче, следующий айфон такой, и мне не парит, и будете его брать. Но ты знаешь, что... Как это называю? Не стать вот этим... Не утонуть в аналитиксе. Да, да, да. А пробовать что-то новое. Вещь, я когда посмотрел интервью с Тимуром, меня очень сильно задело, почему его слова, когда он сказал, ребята, а вы не задумывались то, что иногда твоему клиенту страшно нажать на эту кнопку? Какая она бы ни была, круглая, квадратная и так далее. Как ты думаешь, почему растет YouTube, а YouTube растет? То есть, если ты покупаешь, сидишь только на платной рекламе, по сути, ты платишь налог на незнание. Да, абсолютно. Налог на незнание. Абсолютно. А, то есть ты как бы абсорбируешь, ты выдаешь готовое решение. Ты концентрируешь очень много сакцесс-сторий, таких маленьких, и объединяешь в одну, чтобы экономить время. Да. Ты даешь это готовое решение просто по шагу институции. Даже в тренинге проблема в том, что ты выходишь, и вот эти бесячие отзывы, знаешь, когда тренинг провел, начинается тема типа, ой, я так зажегся, меня это так зарядило. На самом деле, это самый стрёмный отзыв о тренинге, потому что, на что человек писал, блин, я реально понял, как это делать. Говорят, там, если твое хобби, то любимое, чем ты готов заниматься 24 часа в сутки, становится твоей работой, вот это вот сейчас. То у тебя никогда в жизни не будет рабочая дня. Ты будешь просто кайфовать от того, что ты делаешь. Круто. Да, мне нравится, что это... Знаешь, Лафа, честно, бывает... Поехали сдаваться. Да, поехали сдаваться. Всем привет. Сегодня в импровизированной студии у нас Ласло Габани. Привет. Привет. Это человек, который... Сколько ему знакомы? Наверное... До недели три, может быть. Да, недели три, может быть. Ласло приглашал меня как-то на вебинар. Я вообще увидел в тебе, как в человеке, очень четкий образ. Потому что, ну, вот здесь люди-люди-люди, потом Ласло, и потом опять новые люди-люди-люди. Во-первых, это имя, да? Фамилия, это твой образ, с которым ты был на вебинаре, да? И потом я начал искать тебе информацию в интернете. Я понял, что ты занимаешь свадебной фотографией. У тебя есть... С 2002 года здесь, в России, я занимаюсь профессионально. Там практически 24 часа в сутки фотографии. Потом у тебя есть онлайн-сервис вебинар-бокс. Ну, сейчас расскажешь о всех этих компаниях. И почему я пригласил Ласло? Потому что я считаю, это абсолютно успешный человек. То, что касается именно позиционирования в тех, как бы, нишах, да, которые ты выбрал. Ну, потому что вот сейчас ты меня спросишь, какие свадебные фотографы самые дорогие в Москве, допустим, я не знаю. Теперь я знаю, и за последнюю неделю я тебе там 30 людям рассказал. Поэтому давай пойдем, мы чутье будем делать уклонно в сторону бизнеса, конверсии, лояльности. Мне очень интересна именно эта тема, потому что для меня это больная тема. Так как фотографы в основе своей – это люди творческие, да? И для людей творчества все, что связано с бизнесом, это всегда что-то такое вот, там, с деньгами связано. Я пришел фотографией заниматься, у меня творческая личность, вот. А когда ты начинаешь говорить человеку о том, что часть твоего, твоя успешность, она зависит в том числе и от твоего отношения и к правильному построению твоего бизнеса, люди этого немножко боятся, пока они не начинают получать результаты. И вот это вот, у меня даже есть миссия, в нашем проекте есть миссия, я хочу воспитать тысячу фотографов, которые бы зарабатывали по 100 тысяч долларов. Это вот моя миссия. И даже когда мне мои конкуренты говорят, слушай, ну что ты вот за 10 лет там, что ты заработал, да, там, я у меня там две квартиры, там, три машины и так далее. Я говорю, ну ты знаешь, я коллекционирую успешных людей, которым я помог сделать. То есть проблема, по сути, рынка в том, что есть огромное количество, да и фотографов, и не только фотографов, просто людей, которые генерят классный творческий продукт, но при этом о них не знают. С другой стороны, есть хера в о том на людей, которые лендингами что-то упаковывают, а внутри продукта нет. Ты, по сути, хочешь дорастить компетенцию. В том числе. Вообще, мы когда начинали проект, обучающий именно фотографии в этой узкой нише, я вообще за то, чтобы не пытаться обслуживать весь рынок. Ну, хотя вот Callback Hunter, ваша компания, да, конечно, во многом помогает, ну это такой универсальный инструмент, который может помочь практически в любой нише. Но если вы хотите действительно получать какую-то максимальную отдачу, то все-таки, когда ты уходишь в какую-то узкую нишу, там намного проще с одной стороны, и у тебя чек вырастает намного больше. Вот даже я на примере своей фотографии, когда я приехал в 2001, в конце 2001 года из Австралии, вернулся в Россию, я обнаружил, что хороших фотографов, ну, в принципе, достаточно много. А вот хороших свадебных фотографов практически не было никого. То есть здесь речь о том, что ты можешь быть как бы везде по чуть-чуть, и при этом ты ложишься тупым колуном на дерево, либо ты очень фокусированно выбираешь четкие, во-первых, ты выбрал фотографии, не видео, а четко фотки, и потом внутри фотографии ты еще разделил там на свадебную, портретную, и углубился туда, и еще там внутри вот этой плоскости стал там еще номером один. Да, да. И вот это вот самое важное, и я считаю, что сейчас современный бизнес, он именно в этом составляет, что прошло время, когда ты мог говорить, что я буду успешным только благодаря тому, что я охватываю практически весь рынок. Чем бы ты не занимался. Вот callbackhunter, одна проблема, конверсия на сайте. Не просто конверсия, не просто, скажем там, изобилие и так далее, а просто одна функция, функция конверсия с помощью решения, которое предоставляет компания. И вот это вот она и говорит само за себя. Ваш успех, что за полгода, уже ты говорил, 15 тысяч клиентов. Я не думаю, что какая-то, ну, достаточно много компаний могут похвастаться с таким, такивым количеством клиентов и такой процентом роста. Ну вот смотри, Лакс, тут такой вопрос. Ну, глобально есть трафик, да, есть конверсия. Вот есть такое выражение Тима Эйша тоже, что если ты не Procter & Gamble, то тебе нужно формировать доверие. Ну, то есть есть Procter & Gamble, есть там условно Ариэль, к нему есть доверие. Но вот если ты не такой небольшой, а мы все, грубо говоря, небольшие, потому что мы делаем новые активы, да, быстрорастущие, да, как сформировать лояльность, да, и, грубо говоря, когда к тебе будет лояльность, по сути, тогда у тебя будут продажи. Вот как у себя-то эту проблему решить? Я хотел бы на собственном примере, моя история такая небольшая. В этом году, в 2014, в начале года, меня с моей женой пригласил один из отелей, он проводил своеобразно такую, ну, типа мини-конференцию или мини-выставку для того, чтобы привлечь к себе клиентов. И меня пригласили просто как экспертов свадебного фотографа прочитать всем приходящим женихам и невестам лекцию о том, как выбрать свадебного фотографа. Я час двадцать сидел где-то порядка двадцати пар. Я час двадцать сидел и рассказывал о том, что как действительно, я не говорил ничего про себя, я просто показал, как нужно подойти к тому, чтобы выбрать своего хорошего свадебного фотографа. Да, то есть ты даже говоришь не то, что я, я, а вот вам технология, с помощью которой вы по пункту раз, два и три можете определить, адекватно или неадекватно. Закончилось тем, что по окончании ко мне подошло четыре пары, которые сказали, мы хотим с вами встретиться. Я говорю, подождите, я даже вам свои фотографии не показывал. Он говорит, вот поэтому мы хотим с вами встретиться. Из этих четырех, три пары стали клиентами. То есть двадцать пар, четыре пары подошли и сказали, что мы хотим встретиться. И три пары конкретно захотели сразу же заказать и заказали в конечном итоге услуги. Если вот это интерполировать на весь рынок, если вы обучаете своих клиентов, а через это это самая классная форма донесения и формирование доверия к любому бренду с помощью такой необходимости помощи. У меня сразу сработало, а если это перенести, скажем так, с помощью технологии и охват сделать большой. Представь, ты вместо двадцати пар собрал двести пар, а если после двухсот, наверняка, чуть меньше, может быть, процентом, люди захотят к тебе прийти и поинтересоваться твоими услугами. И из этого ты, скажем, закроешь какое-то количество клиентов. Я так понимаю, это вебинар-бокс. Да, и у меня сразу же возникла мысль о том, что такие же инструменты. Мы на протяжении последних шести лет, пользуясь этим инструментом, обучали наших студентов. А почему бы этот же самый инструмент не начать привлекать, использовать для того, чтобы... Да, и вот мы писали этот вебинар, и после записи мы с тобой остались в Google Hangouts, и мне Ласло показал функции такие интересные, я раньше не встречал. То есть, раз идет вебинар, раз ты переадресовал на другую страницу сам, они даже не... Они ничего не делают, да. То есть, раз ты их вернул, потом раз ты устроил какой-то опрос, да, то есть они сразу же ответили, раз ты им показал результаты. То есть, по сути, в чем минус раньше вебинара был, вот реально моя проблема в чем? В том, что вот, кстати, Грохольский к нам еще придет вот завтра. Там в чем была проблема, что я говорю в одну сторону, там задержка есть, никакой обратной связи. Я им говорю, что допишите в комментариях, это все задержка 3 минуты, и вот это меня всегда напрягало. Но вот с помощью, по сути, этих инструментов ты можешь быстро, по сути, улавливать, насколько они, да. Да, там вообще очень классно. Это одна из хороших таких форм тоже продаж, когда ты задаешь вопрос аудитории, и они тебе говорят, ну вот, если чуть-чуть раньше вернуться. У нас всегда есть определенная гипотеза о том, какими проблемами обладает твоя ниша или там, твои клиенты, да. И для того, чтобы попасть, ты должен сначала провести хоть какой-то тест. Ну, в любом бизнесе. Это вот любое решение, которое ты предлагаешь, прежде чем ты можешь масштабироваться, да, и предлагать уже более широкую аудиторию. Вы так сделали в свое время, да. Вы четко знали, что это решение, оно отвечает вот на эти боли. Когда ты проводишь, хочешь провести и достаточно быстро получить так называемый фидбэк, да, обратную связь с твоей аудиторией, с твоей нишей, с твоими потенциальными клиентами, то если эта проблема, эта боль будет напрямую тебе заявлена, любое решение, которое ты предложишь этой аудитории, она сразу же реагирует, то есть обратная реакция идет, то есть люди сразу же готовы реагировать на твое предложение. Да, да, да. Поэтому вот родилась такая возможность или технология, с помощью которой ты прямо в момент вещания сдаешь своей аудитории вопросы, серию вопросов, и они сами четким образом для себя выбирают, что у них болит, какова у них самая большая боль. Тем самым ты говоришь, окей, хорошо, вот, ребята, а если, скажем, я вам предложу решение этой боли, когда человек видит решение самой больной проблемы своей, он сразу реагирует на это, он сразу готов идти, там, узнавать больше, знакомиться с решениями, там, и даже покупать. Да, слушай, первое, мне нравится то, что от боли, Гиппократ говорил еще, фраза там, не только клят уже, да, он говорит, что продавать нужно по цене боли. И вообще мне нравится, я обожаю продукты из боли, они не выдуманные, очень часто продукты из технологии, что-то запилили, короче, потом думают как. И вот здесь мне тоже вещь понравилась, я называю реально это болезнь, болезнь перфекционизма. В чем она заключается? В том, что ты в своем гараже делаешь ламбажини, которая никогда не ездила, которая никогда не поедет, но она идеальная, она скучит там, функционала. И в итоге, 15 лет она так и не ей, это какая-то шестерка, которую парень там на руках сварил, и она поехала потихоньку, и потихоньку уже там. И ты уже начал двигаться. Да, и здесь, мне кажется, есть единственный вариант, когда перфекционизм это не болезнь, это удар, но мне кажется, это на уровне Стива Джобса как раз, когда он говорит, нужно быть себе беспощадно честным, и мы делаем идеальный продукт. Но опять же, мне кажется, чтобы достичь этого уровня, ты в любом случае должен итераться очень много с клиентом делать, чтобы понять, что, короче, следующий айфон такой, и мне не парит, и будете его брать. Но ты знаешь, что когда первый айфон Apple предлагал, в момент, когда прошла презентация, всем известная презентация первого айфона, у Стива Джобса было 100 телефонов, каждый из которых был в чем-то лучше, потому что у них не было той идеальной технологии, которая сейчас есть, и каждый раз, когда он брал какой-то айфон для того, чтобы провести демонстрацию той или иной функции, это был настроен таким образом сам телефон, то есть не было готового продукта в одном телефоне. Это вот как раз подтверждение твоих слов, что, ребята, нужно, понятно, вкладывать очень много средств, усилий для того, чтобы попытаться создать хороший, качественный продукт, но ваша задача попытаться это сделать и, возможно, даже продать уже вперед, получить соответствующее количество средств для того, чтобы у вас была возможность докрутить все остальное. Слушай, ну тут вообще я не знаю, что глубоко зайдет, это вообще не по плану, у меня вообще есть теория, что вот АБ-тесты, АБ-тестами, но все-таки сделать что-то революционное, вот в клубе Кантер, ты бы не пришел к нему вот просто АБ-тестами, он бы никогда не пролюбить АБ-тестами к этому, да, то есть ты, как бы, я не знаю, нужно впитать вот всю проблему, которая есть, да, и попытаться, попытаться выйти решение, и реально иногда революция, она даже выше. Ну тут баланс, конечно, очень сложный, да, то есть между тем, чтобы АБ-тестировать, да, и контакт с клиентом держать, и в том, чтобы реально, как это называю, не стать вот этим, не утонуть в аналитиксе, да, 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 опробовать что-то новое. Я, ты знаешь, хочу тебе сказать одну такую вещь, я когда вот посмотрел интервью с Тимуром, и меня очень сильно задело, почему его слова, когда он сказал, ребята, а вы не задумывались то, что иногда твоему клиенту страшно нажать на эту кнопку, какая она бы ни была, круглая, квадратная и так далее, ему страшно, для него это решение. И теперь возвращаясь опять к тому вопросу, что клиент, это особенность нашего современного, Филипп Котлер сказал, что маркетинг 21 века, это маркетинг, когда человек, прежде чем он что-то покупает, он должен знать, кого он покупает, он должен знать, что он покупает, у него должно быть сформировано отношение. Почему сейчас, например, очень важно такое отношение к бренду? Потому что формируется именно через отношение к этому бренду. Если у человека нет понимания, что это за бренд, вообще знания, что это за бренд, у него нет соответствующего отношения, и решение в покупке он не примет вот так быстро. То есть должно быть построено какое-то количество действий, которое позволило бы сформировать это отношение к этому бренду, прежде чем он купит. Я вообще сейчас сторонник того, чтобы вот в первом шаге никогда ничего человеку не давать покупать. Именно не давать. Ему нужно давать помощь, причем помощь на ту самую большую боль, которую он испытывает в самый момент. Почему так классно развивается компания Dropbox? Почему, например, у вас это очень классный инструмент тоже реализован? Попробуй у тебя четко, ты увидишь, что это решение твоей проблемы, и только потом человек принимает решение о покупке. И давай вам о том, как говорит в своей книге «Путь сострадания», что кто говорит «твои друзья», не думал ли ты, что твои друзья – это просто люди, которые однажды сделали тебе хорошо, а враги – это просто те люди, которые однажды сделали тебе плохо. Получается, весь секрет успеха в том, чтобы делать людям полезно, ну как бы ты первый шаг должен. Да, абсолютно. И почему, например, мы сейчас очень активно продвигая, скажем, даже свой сервис, мы говорим «ребят, конечно, это классный инструмент, с помощью которого вы можете продать, а у вас классные технологии, которые заточены в этом сервисе, когда у тебя есть возможность показать свой продающий баннер, сказать, что вот это предложение будет действовать вот столько». Это не самое важное. Задумайтесь над тем, как с помощью этого инструментария ты можешь помочь своему клиенту, сделать его жизнь чуть-чуть лучше, пускай от одной какой-то боли. И дальше человек уже сам примет решение о покупке. Слушай, вопрос у тебя такой. Как ты думаешь, почему растет YouTube, а YouTube растет? Да. Но если YouTube растет, получается, первый канал падает. Как ни крути, в любом случае, внимание, да, но почему это происходит? Ну, я это заметил уже давно для себя, да, то есть я это заметил, когда я начал очень много выдавать контента, и я начал находить, в том числе и на YouTube, то, что отвечало тем с моим интересом, которые... Ну, вот, например, взять фотографию. На фотографии, зайдя на YouTube, ты столько материала, по-моему, фотографий найдешь, что... Это говорит о чем? О том, что люди перестали верить или доверять тому источнику, который навязывается. То есть они хотят получать именно то, что решало бы их вопросы, проблемы, отвечало их интересам, это их образовывало каким-то образом, а не оболванивало. Вот, ведь YouTube, он сам по себе, он очень демократичный. Ты смотришь то, что тебе хочется. Ты еще можешь поставить дислайк, короче, оно падает. Да, да, да. Можешь вообще забанить, сказать, что там из фильма, короче, роль... Да, абсолютно. И именно это тебе дает абсолютно. То есть ты, как потребитель контента, ты уже определяешь, что ты хотел бы смотреть. Понятно, что там очень много инструментов и манипулятивных инструментов, которые используются для того, чтобы подвинуть что-то наверх, что-то низ. Понятно это все, но это все равно более честный подход, чем просто, скажем, навязывание какие-то сетки вещаний. То есть, да, просто что-то... Золом потерек-то что говорит? Типа, ну ты же можешь выбирать, да, переключать между каналом. Ну да, да, да. Ну ты переключаешься на золом, вот и второй золом. Абсолютно. И вот этим я как раз тоже сейчас очень сильно озабочен тем, что если вы хотите по-настоящему, это как мне кажется, если вы хотите по-настоящему привлечь своих клиентов, вот вы, ты конкретно, да, ведь я о тебе услышал, знаешь, в этой истории, как познакомился с тобой заочно, мне прислали ролик на один из твоих, значит, ви-блогов, да, в блогахантер. Нет, абсолютно, я про хантер вообще не знал, даже и не существование, существование этой компании для меня было просто неизвестно. Мне пришла, слушай, посмотри, классные мысли человек делятся, и меня это заинтересовало, вот это вот именно такая непосредственная обстановка, простая, без всяких заумных слов и так далее. Без canon 5D, без петличек. Абсолютно вот классная, простая, но настолько доступная и самое главное резонирующая со мной информация, что меня заинтересовала в первую очередь человек, Руслан Татанашвили. А потом я уже услышал, ух ты, коллбэк хантер, ух ты, а что это такое, ух ты, и потом вот так, вот так же, это модель поведения сейчас любого человека. Сначала ты знакомишься с личностью, да, потом ты ее с собой соединяешь каким-то образом, говоришь, это отвечает моим, скажем так, ценностям, потом ты уже следующий шаг делаешь. Представь, в какой ситуации находится, допустим, проект, какой-то IT-проект, который только выходит на рынок, и он пользуется только платными каналами. То есть, он, во-первых, о себе ничего, сотрудники не говорят, представь, я дизайнер, который что-то рисует, есть там, что у него, платный YouTube, платные баннеры, то есть, в любом случае, отношение к рекламе другое, платный Директ, платная Google, там какая-то реклама, и Facebook, и ты понимаешь, что в этой ситуации ты, я вообще не знаю, как они выживают. Ну, ты правильно сказал, ребят, вы отапливаете космос, вы отапливаете космос, только по одной причине, что все ринулись уже давным-давно, не просто сначала, ведь как развивалось весь процесс. То есть, люди смекнули, окей, есть такие классные инструменты технологические, которые ты можешь добиваться. Они начали вкладывать. Потом проснулись огромные компании, типа, больших, да, и все большие бренды. Они начали вкладывать в это деньги. И как только они начали уходить в интернете с каждым днем больше, 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 они фактически превращают этот канал в один из самых тоже дорогостоящих. Я боюсь, что через некоторое время мы вообще получим в результате, что реклама на, скажем так, привычных каналах продвижения и в YouTube и в других она будет примерно... Да там же вообще это теория, что все, когда за место борются 20, когда за место борются 2-3, они могут, как ты говоришь, содержать условия клика, когда их борются 20, все, ты уже 6-7 групп больше, ты уже не контролируешь. И, короче, по факту можно вот такое подвести, что если ты покупаешь, сидишь только на платной рекламе, по сути, ты платишь налог на незнание. Да, абсолютно. Налог на незнание. Абсолютно. И вот поэтому я считаю, что в такой формат выстраивания отношений с твоим потенциальным клиентом, когда ты даешь сначала абсолютно безвозмездно даже не задумываешь, что я это могу капитализировать. Как действует фремиум? Такой фремиум, что все понятно и так, что я потом буду брать деньги. И люди как говорят? Ну, давайте дадим бесплатно пробовать, потом мне надо заплатить. Вот реально достичь такого уровня, чтобы ты просто хотел реально отдавать. 4 года назад я еще думал, что реально это люди проигрывают, но сейчас короче это подруга. мне кажется, это очень классно развивалось изначально в инфомаркетинге. И инфомаркетинг весь был построен на фремиуме, потому что там ты строил сначала в формате ты делаешь магнит, потом ты говоришь вот тебе и привлекаешь людей на магнит. Книга, да? Бесплатная книга, бесплатные какие-то я не знаю, там каст, серию кастов, рассылка бесплатная. Человек приходит, подписывается и в обмен на этот фремен дает тебе свой e-mail, а дальше ты уже его пропускаешь через какую-то цепочку. Что делать с перегрузом? Это все такое. Вот реально такое количество инфы просто что делать с перегрузом? Вот как я тебе могу сказать, стоит видос часовой смотреть до конца? Я тебе могу сказать, вот ты кстати опять же нашел это решение. Мне кажется, что сейчас люди идут за готовыми решениями. Если ты завтра скажешь вот ответь на 3-4 вопроса и в конце будет большая кнопка получить клиента, это будет самый популярный сервис. Понимаешь? Да. На 3-10 вопросов большая кнопка получить клиента, это самый будет популярный сервис. Почему? Я просто приведу опять же свою историю. У нас последние 6 лет мы занимаемся обучением фотографов. И на протяжении всех 6 лет я рассказывал сначала свою историю, свои технологии. Потом начали мы привлекать большое количество студентов, которые проходили через наши курсы обучающие. Они нам давали обратную связь, свои кейсы, обработка шла и так далее. То есть у нас получалось стекалась огромная база информации, которую мы обрабатывали и мы могли сказать, что работает, что нет. Чем информаркетинг интересен? То, что ты огромное количество информации получаешь от своих студентов, людей, которые учат с тобой. обзорбирует, ты выдаешь готовое решение. Концентрируешь очень много секс-сторий таких маленьких и объединяешь чтобы экономить время. Да. Ты даешь это готовое решение просто по шагу инструкции. Ничего не нужно делать. А, б, б и пошел. Прошел, ты получил результат. Но самое страшное, люди все так же небольшое количество людей это делают. То есть ты говоришь, ребят, да, информации много, знаний. Чтобы прийти к этому решению нужно вот столько. Слушай, это девочка, мы первый раз на продавце БМА были и девочка сидит такая модель справа и она ну там под вечер уже поздно и она такая сидит такая раз глаза открыто. ты что ты сидишь записываешь там дышки прикольные вещи говорит. Он говорит, да я давно хожу я говорю, все знаю. Я говорю, ну ты вообще не пишешь? Я говорю, я никогда не пишу. Я говорю, ну с февраля хожу. Всегда на каждое хожу. Короче, приходит и спит. И вот вот эта проблема в тренингах в чем? В том, что по бизнес-тренингу что там, то есть есть формат чтения, есть формат просмотра, есть формат тренингового части. И там даже в тренинге проблема в том, что ты выходишь и вот эти бесячие отзывы. Знаешь, когда тренинг провел, только начинается тема типа ой, я так зажегся, меня это так зарядило. На самом деле стремный отзыв о тренинге, потому что наш тот человек писал блин, я реально понял как это делать. Да. Потому что завтра он пойдет и начнет это делать. А завтра большинство выходит заряженный. Я завтра сделаю все то, чем в принципе возможно вы говорили, а возможно я услышал. Так вот у нас закончилось тем, что люди даже по этой короткой инструкции пошаговой они не идут. Они не верят в себя, они не верят еще в Господа Бога, не верят только потому, что им кажется все равно где-то будет какой-то один шаг или одно решение, которое в принципе может дать ему и мы провели тест. Мы говорили, мы сказали, ребята, хорошо, если мы вам поставляем клиентов, вас это устроит, они говорят, мы готовы платить 50% своих доходов, только дайте нам клиентов. Мы не хотим заниматься по сути ты предлагаешь не заставлять больше людей хлыстом вот применяйте мои технологии, ты предлагаешь просто рынку давать вещи, которые их жизнь не прощают. Да, да. Вот ваше решение внедрил и все, и оно тебе уже дает конкретную отдачу. То есть ты ему не объясняешь о том, что для того, чтобы повысить конверсию вашего сайта, вам нужно применить вот такие танцы с бумбами сделать, и ты повысишь это. А ты говоришь, не надо ничего делать, поставь, и оно даст тебе сразу решение. Вот я считаю, что будущее за такими сервисами, когда не нужно осуществлять огромного количества действий, уже кто-то это осуществил за тебя, тебе нужно дать какую-то входную информацию и на выходе ты получишь уже готовый результат. Без интеграции. Чего меня бесит B2B продукты вот эти глобальные какие-то системы СРМ-ки, вот эти внедрения, это бесконечное принятие решений, ты на него повлечишь. На каждом этапе ты теряешь. Ты теряешь, сумма контракта уменьшается, и в итоге там еще куча траблов по интеграции, там непонятный счет по постоплате, и все это пипец, короче. Долго очень. И для того, чтобы внедрить огромную систему, вот я сторонник того, что одно простое решение в виде какого-то, пускай даже сервис, который дает одно решение, намного лучше, чем целая система, которая, чтобы внедрить ее, тебе еще нужно инженеров нанять, потом выстроить какую-то базу знаний, людей поддерживать, они тебе будут это все осуществлять, когда ты поставил одно решение, оно сразу же дало тебе отдачи, сразу же дало тебе отдачи. Вот я за такие решения. Я понял, Ласло, что у нас блок о конверсии, бизнесе и счастье, но вопрос у меня такой, а в чем секрет успеха с твоей точки зрения? Ты знаешь, я постоянно задавал себе эти вопросы на протяжении всей жизни. Я же говорил, в прошлый раз, когда мы на вебинаре говорили с тобой, я же говорил, мы с тобой коллеги, я в прошлом банкир, я больше четырех лет проработал, был такой российский национальный коммерческий банк, и я был замруководителя на Камчатке. И после этого я уехал в Австралию, и там, опять же, я начал заниматься инвестиционным бизнесом, мы управляли финансами наших клиентов на рынке ценных бумаг в России. А потом мне это все надоело, и надоело именно вот почему. И вот в чем я обрел тогда счастье, и до сих пор я просто от этого обалдею. Так сложилось, что система наша сложилась, что мы приходили после школы, принимали решение, куда нам идти. Понятно, что люди в этот момент еще до конца сформированы, и по правильным принять решение они не могли. Ведь как раньше работала система? Есть сэр Робинсон, очень классная теория, который говорит о том, что раньше вот этот индустриальный процесс, он требовал от людей определенных знаний. определенных навыков, которые позволяли бы им работать на заводах, на фабриках и производить какой-то продукт. А сейчас пришло время, когда людям уже требуется в большей степени заниматься теми вещами, к чему у него лежит душа. Вот я по жизни был творческим человеком, я всегда был творческим. Даже внешний вид мне говорит о том, что я хочу именно выглядеть так. Я не хочу быть похожим на эту серую массу, я хочу быть в этой странной шляпе или сидеть и обращать тем самым на себя внимание, чтобы... Я часто думал про шляпу, но не дошел вообще до этого. Но я тебе могу сказать, что это абсолютно везде инструмент. Одно решение и ты в центре внимания. другое, да? И ты просто другое. И тебя сразу выделяет это все. Слышишь, честно, что на вебинаре? От тебя, парень, это со мной про вебинар говорится, да? Да, да, да. Илья. Да, он говорит, сейчас Ласло габани, и я смотрю, просто выжим в шляпе, у меня все, короче, поменялось, еще очки такие. Вообще другое, сколько ты итальянец, думай. Да, да, ну это вот... Так вот, возвращаясь к счастью и к тому, что, мне кажется, что современный человек, он тогда будет обретать счастье, когда он будет заниматься всю свою жизнь тем, чем он хотел бы. Это то, что говорят там. Если твое хобби, то любимое, чем ты готов заниматься 24 часа в сутки, становится твоей работой, вот это будет счастье. То у тебя никогда в жизни не будет рабочая дня. Ты будешь просто кайфовать от того, что ты делаешь. Вот я кайфую на протяжении последних 15 лет от общения с людьми, от того, что я оставляю память на всю оставшуюся жизнь с помощью моих фотографий. Поэтому даже сейчас, когда говорят, слушай, у тебя есть же классный бизнес, у тебя там уже не первый бизнес, ты уже с сервисами оброс, черт знает что, ты занимаешься тренингом, неужели ты продолжаешь фотографировать? Я говорю, да? Потому что я люблю это делать, я зажигаюсь настолько, вот я сейчас даже, у нас даже эмоционально поменялся фон, потому что когда говорят про фотографию, я понимаю, что я оставляю человеку жизнь, в его жизни, то, блин, никакие деньги, ничего другого не существует, потому что я знаю, что больше четырехсот пар, около трехсот с лишним пар, я обычно уже потерял счет, и в жизни имеют то, что они будут рассказывать своим, я не знаю, внукам, детям, показывать мои работы, говорят, вот это был человек, который оставил после себя такую память, а мы через эту память, потому что по-хорошему, что в человеке самое важное, это вот воспоминание о тех счастливых моментах, которые человек проживал через всю свою жизнь. Счастье, говорит, это не количество чего-то там, а количество, а, не количество вздохов, а количество, когда перехватывал. Да, да, вот именно так, перехватывал момент, когда у тебя живут, когда у тебя ты наполнен этим счастьем. а фотограф это вот хороший фотограф, который поймал эти самые моменты и показав человеку эти фотографии, он становится, он вспоминает, о чем он думал в тот самый момент. Меня когда спрашивают, что такое хороший фотограф, я говорю, это человек, который сумел поймать вот тот самый момент, который в ту самую фотографию, смотря на которую, клиент вспоминает, что он чувствовал в этот самый момент, что у него было здесь, что у него было здесь, и он еще раз переживает с помощью этой фотографии те же самые ощущения. Вот почему, к сожалению, фотография будет оставаться еще популярной, чем видео, потому что в видео это время тебе нужно покатать, смотришь это видео, ты какие-то вспышками моменты ощущаешь, а в фотографии ты можешь остановиться и выхватить эту фотографию, этот стоп-кадр из своей жизни и опять пережить этот самый момент. Круто, слушай, даже боялся перебить. Спасибо. Так, ну, в принципе, на этом все, нас смотрят, в среднем видео до конца смотрят процентов 70. Это хорошо. Да, 70% и если вы досмотрели это видео до конца, во-первых, я про то, что мы же за демократию, поэтому если вам видео не понравилось и считаете, что мы гоним здесь, ставьте дизлайк. Если видео понравилось, ставьте лайк. Вот именно на YouTube перейдите там, поставьте. по этим двум показателям мы поймем, насколько классно мы сделали и это повлияет на следующие ролики. Если вас торкнуло очень сильно, зажгло, вы можете просто сделать репост в своей социальной сети. Мы, кстати, отслеживаем эти репосты и всех людей добавляем в друзья сразу же. Поэтому спасибо огромное, Ласло. И еще последний момент забыл совсем. Кого бы ты мог предложить в качестве человека, который мог бы прийти сюда на интервью и поговорить о бизнесе, счастье и конверсии? Знаешь, я скажу, это мое личное отношение и мне кажется, что это человек, который действительно может говорить о бизнесе, о инфомаркетинге. Есть такой человек, Андрей Парабеллум. Мы давно с ним знакомы и я считаю, что он по-настоящему может очень многими интересными вещами поделиться. Поэтому, если ты его пригласишь, а он согласится, я думаю, что все, я через тебя пробую. Да, не вопрос, я постараюсь помочь. Спасибо огромное. Да, еще раз. Давай, еще раз. Все, всем пока. Пока. Ссылки на Ласло я размещу снизу. Подписывайтесь на его ресурсы. Спасибо. Все, всем пока, счастливо. Пока. Круто. Да, мне нравится так это. Знаешь, Ласло, честно, бывает. Хоть это дело каждый раз, когда я работаю с постоянными людьми. У меня же не профессиональные модели, да. И мне приходится из людей вот эти эмоции просто брать и вытаскивать. Иногда бывает, ты такими манипулятивными техниками пользуешься, что потом думаешь, что меня когда-нибудь точно убьют за это. Или наоборот, мужики в этом отношении, они абсолютно никак не реагируют. Я говорю, слушай, ты умеешь целоваться? Он такой, в смысле? Я говорю, ну умеешь целоваться? Он говорит, ну да. Я говорю, да ладно, не умеешь целоваться? Давай покажу. И такой к невесте. Реакция сразу же, блин, просто. И вот этот момент ты снимаешь. Прикольно. Потому что у нас очень сложно вытащить людей. На Западе намного проще. Я прожив 6 лет в Австралии. Там поднял ты камеру, не поднял ты камеру. Люди вот, они эмоционально настолько живут. А если она плачет, то она плачет. Если она там ржет, то она ржет. Не смеется, а именно ржет. И поднял ты камеру, не поднял, и никак не реагирует. Они в этом отношении, у них своеобразная такая культура в этом отношении существует. У нас, как только ты поднимаешь камеру, это все, это начинается. У нас такие ломки человек переживает перед камером. Вот почему, говорю, такой формат общения, он классный, потому что он настолько живой. Не просто этот формат телепередачи, а сейчас мы поговорим об этом. Скажите, пожалуйста. Это становится таким уже заезженным форматом. И я уже против иногда бывает даже смотреть. Почему эти влогеры сейчас, вот эти прэнки, которые делают на ютюбе. Посмотри, он Влад ТВ, по-моему, есть. У меня сын 23 лет. Сейчас тоже начал заниматься влогингом на ютюбе. Вот. И он просто показывает. Чувака, это тот, который на чемпионате мира выбежал на поле. У чувака каждый ролик просмотрен по 15-20 миллионов человек. просто бешеная. А там просто берет такие вещи там. Ну, например, у него есть очень известный ролик, где он там, девчонке предлагает, поехали. Она, да нет, нет, ломается. Потом подъезжает к ней на Феррари или на Ламборджери. Без глоб. Без глоб. Без глоб. Поехали. Она такая, а это своя машина? Он говорит, ну да. Он говорит, да. Слышишь, я, как он сказал, я, I don't like gold diggers. То есть я не люблю этих ищущих, копающихся золота. И разворачиваюсь и уезжаю. То есть такой облог. Под 15-20 миллионов просмотров ролики. Почему? Потому что там показана и ценность какая-то, человечесность и плюс ко всему абсолютно нестандартный подход. Абсолютно нестандартный подход.